37-й старт в России и юбилейный 15-й в Мордовии. Лыжня соберет по всей стране любителей, ветеранов, профессионалов и почетных гостей в количестве более миллиона человек. В Саранске на старт гонки выйдут порядка двух тысяч. Столько же участников планируется собрать в районах республики. Отличий от старта предыдущего года немного. На Лыжне России теперь любители и профессионалы в одной возрастной категории выйдут на старт вместе. Хочу пригласить всех жителей республики принять участие в данном массовом мероприятии. Прийти с семьями, получить заряд бодрости, подышать зимним свежим воздухом в лесу. Ну и каждый уверенно может сказать, я вместе со всей России принял участие в данном мероприятии. Начало гонки ровно в 12 часов. Первыми на дистанцию три километра выйдут юноши и девушки, а также почетные гости. Затем через полчаса наступит черед мужчин и женщин на дистанции 5 километров. Представители городской администрации предупреждают, что будет ограничено движение и стоянка автотранспорта по улице Энгельса от 4-й горбольницы до лыжно-биатлонного комплекса. Проживающим в этом районе следует возить с собой паспорт. С ним проезд к дому будет разрешен. Для участников Лыжни России, кто прибудет на личном автотранспорте, будет расчищена парковка со стороны улицы Ульянова, рядом со стадионом Саранск. Для участия на лыжно-биатлонный комплекс будет осуществляться только со стороны улицы Энгельса, с главного входа, где мост, у них насыпной мост, где проходится. Поэтому, если личный транспорт будет оставляться на парковке вдоль стадиона, мы предлагаем жителям пройти по тропе здоровья на дорогу, ведущую к лыжно-биатлонному комплексу, и по ней же, через главный вход, пройти к месту участия. Регистрация участников проходит в комплексной спортивной школе Олимпийского резерва по адресу улицы Терешковой, 24А. Завершение записи 8 февраля. Успейте подать заявку до конца периода. На территории лыжно-биатлонного комплекса регистрация проводиться не будет. Никита Борискин, Владимир Найскин, Народные новости. У них выше образовывается.